МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последнее время мы посмотрели очень хорошее кино, хорошо провели время. Добрый вечер, дорогие друзья! Вот очередная неделя прошла, но, если честно, она тянулась так долго, что я торопила ее про себя. Так не терпелась мне вновь встретиться с вами. Одна из моих любимых героинь, Пеппи Длина Чулок, сказала фразу, которую я запомнила еще в детстве. Имейте в виду, что долго молчать просто опасно. Если язык не двигается, он быстро вянет. Хорошо, что мне всегда есть чем с вами поделиться, и при том поделиться не просто какой-то рядовой информацией, а позитивными новостями. Давайте же скорее перейдем к ним. После новорожденного младенца самое беспомощное существо на свете, его отец, гласит народная мудрость. Но хочется добавить, что и самое счастливое. Конечно же, после мамы. А как у нас в городе обстоят дела с рождаемостью? Уверяю вас, совсем неплохо. За последние 8 месяцев в Нижнекамске появилось на свет 2136 малышей. На 36 младенцев больше, чем в прошлом году. Оказалось, что мальчики победили девочек. Их родилось на 4 человека больше. Среди новорожденных 23 пары двойняшек. Самые частые имена, которые выбирают нижнекамцы – Тимур, Карим, Ясмина, Арина, Артем, София, Амир, Милана, Кира, Матвей и Амина. Дети – наше будущее. Из-за него точно можно быть спокойным, если оно будет в руках таких талантливых ребят, о которых я сейчас вам расскажу. 11-летний изобретатель из Нижнекамска сконструировал робота для посадки семян. Представляете, создал новое существо, хоть и электронное. Зовут юного кулибина Гриша Ливанов, и он – воспитанник технопарка «Кванториум». Своего робота-дачника Гриша собрал всего за одну неделю из деталей лего-набора, а наиболее сложные элементы распечатал на 3D-принтере. В моделировании сложного устройства юному инженеру помогал его преподаватель. Надо отметить, что изобретение Гриши сразу же выделили на чемпионате Агроробофестиваль, который проходил в Альметьевске. В первую очередь, этот робот – очень полезная технологическая штука. Дачники работают много в неудобном положении, а робот будет просто ездить и сажать семена, и все. Домой наш юный изобретатель вернулся с дипломом победителя и кучей призов. Кстати, «Кванториум» посещает 750 детей. Детский технопарк работает всего второй год, но для дипломов, грамот и кубков его воспитанникам уже не хватает полок. Тяга к чтению – лучший подарок, который мы можем сами себе сделать. И лучше всего этот навык развивать с самого детства. Так сейчас в Нижнекамске библиотеке привлекают ребят, не умеющих читать. До 15 сентября в Центральной детской библиотеке «Апуш» открыта выставка кукол. Их автор – ветеран просвещения и опытный педагог Гулиса Валиева. «При чем тут чтение?» – спросите вы. А вот при чем. Организаторы выставки считают, что если раньше библиотеки посещали дети, уже умеющие читать, то сегодня ребенка надо учить посещать библиотеки с самого раннего возраста. Выставка кукол как раз и есть тот элемент, способный привлечь самых маленьких нижнекамцев в царство книг. Ну а теперь перейдем к спортивным новостям. Недавно на базе «Алмаш» более 30 команд нефтехимиков боролись за право получить титул самой спортивной семьи. На скорость разбирали и собирали палатки, ориентировались по карте. Одним из самых сложных заданий было пробежать по бревну и не упасть. Действительно, в ботинках великана сделать это было непросто. По итогам соревнований в старшей группе лидером стала семья Баровых, представляющая Управление железнодорожного транспорта. В младшей одержали победу Аксакалы семейных стартов, Фейзахановы, выступающие за завод бутилового каучука. Они неоднократно становились победителями летних и зимних соревнований. В минувшие выходные в Казани прошла 24-я спартакиада Республиканской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. И нефтехимики снова оказались в лидерах. На соревнования прибыли 11 команд, более 300 человек, которые состязались в семи видах соревнований. Представители Нижнекамск нефтехимы стали первыми в эстафете, женском волейболе и настольном теннисе. Вторыми в перетягивании каната и мужском волейболе. Таким образом, главный приз спартакиады – кубок – достался нефтехимикам. К слову, в этих соревнованиях наши спортсмены удерживают лидирующие позиции уже на протяжении многих лет. Нижнекамская теннисистка Дарья Шадрина взяла бронзу в открытом чемпионате Люксембурга. 19-летняя спортсменка уверенно провела 7 матчей и лишь в одном уступила россиянке Анне Блажко, ставшей серебряным призером. Напомним, ранее в списке самых высоких достижений Нижнекамки были командные награды золота юниорского первенства Европы и две бронзы международных турниров. По словам Даши Шадрины, каждая встреча на Люксембург Open 2018 была по-своему сложной. Но именно преодоление реальных трудностей придавало ей уверенность, а игра с неудобными визави становилась бесценным опытом. Самым трудным стал матч с француженкой, так как она играет нестандартно, не как в России. Но с помощью советов тренера Олега Юрьевича Даша справилась с неудобствами и выиграла со счетом 4-3. Благодаря своему результату Нижнекамка поднялась в престижной табеле о рангах более чем на 200 мест. Ох, вот такие новости я люблю больше всего на свете. Вы знаете, что в нашем городе регулярно оказывают помощь бездомным животным. Для этих целей в парке семья установлена специальная копилка. Так, в последний раз неравнодушные горожане пожертвовали четвероногим бродяжкам 24 тысячи рублей. Все средства были зачислены на расчетный счет фонда. Примечательно, что прошлой весной эта сумма была в 8 раз меньше, всего 3 тысячи рублей. В начале лета она заметно выросла до 17 тысяч рублей. Часть накопленных средств отложат на строительство приюта для бездомных животных в Нижнекамске. А другая пойдет на корма, стерилизацию, лечение и покупку лекарственных препаратов, вакцин и оплату лечения в других ветклиниках Республики Татарстан. В эту субботу состоится популярный у горожан кросснации. Он ежегодно насчитывает более 15 тысяч любителей бега различного возраста. В соревнованиях могут принять участие все желающие при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника. Тем самым вы подтвердите персональную ответственность за свое здоровье. На период проведения соревнований с 10 утра до 3 дня будет ограничено движение по нечетной стороне улицы 50 лет октября до пересечения с проспектом Химиков по проспекту Химиков и до кольца проспекта Вахитова и обратно. Не забывайте вовремя подоспеть к старту. Официальная церемония открытия состоится в 11.30. На этом у меня все, дорогие друзья. Желаю вам хорошей погоды и ярких выходных. Не огорчайтесь по пустякам и копите только положительные эмоции. Ведь если вы злитесь всего лишь минуту, то теряете целых 60 секунд счастья, которые никогда не вернутся. И помните, что самые лучшие праздники – те, которые происходят внутри нас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова